В эфире программа День города в студии Оксаны Тебенихина. Мы приветствуем наших зрителей и в ближайшие 15 минут расскажем вам о событиях Рязани. Смотрите в этом выпуске. Я вот здесь отработала 25 лет. Я никогда такого не видела, чтобы такое было. Центральный рынок остался без свинины. Ветслужбы города запретили арендаторам заниматься реализацией мяса на территории крытого рынка. Подъезд. Где подъезд? Куда входить? Вот все. Оторвано. Неуютная конюшня. В центре Рязани люди вынуждены ютиться в неприспособленном для жилья доме. Руководство центрального рынка обнародовало сообщение о том, что ветеринарные службы города дали поручение прекратить местным предпринимателям реализацию свинины в связи с риском попадания на прилавки мяса от зараженных африканской чумой животных. При этом, по словам самих арендаторов, продажа свинины ведется активно на всех торговых точках, реализующих сельскохозяйственную продукцию, в том числе и на ярмарках выходного дня. Больше всего предпринимателей волнует тот факт, что на дворе шашлычный сезон, и финансовые потери для многих стали просто непосильными. На текущий период времени все арендаторы мясных охлаждаемых столов занимаются продажей свинины. Так как вышел запрет о реализации свиной продукции на рынке ООО «Сфера», больше половины продавцов от нас ушло, и, соответственно, мы потеряли постоянных покупателей. Хотя торговля свининой производится во всех торговых точках города Рязани. Я вот здесь отработала 25 лет. Я никогда такого не видела, чтобы такое было. Да, действительно, на первый раз, потому что технологично все оборудование. Во-первых, у нас мясо домашнее возят. У нас все проверяется, все кругом, все до куска. Покупатели от нас уходят, потому что они привыкли покупать у нас полный ассортимент свинина, говядина. Ну, вы посмотрите, у нас пустые места вокруг. Народ, естественно, вот он подходит, плечами пожали и ушли. Конечно, нам это очень тяжело. А вот скажите, пожалуйста, сколько примерно по денежкам теряете за один день без свинины? Ой, ну, это много. На территории рынка имеется собственная ветлаборатория. Трудятся в ней высоко квалифицированные специалисты. Забор проб мяса берется ежедневно. И возможность попадания на прилавки зараженного вирусом АЧС мяса полностью исключена. Ведслужбы города Рязани ставили нам запрет, руководствуясь постановлением от 21 ноября 1980 года. То есть это еще было при СССР. Тогда не было понятия торговый центр, было только понятие базар. Пока руководство рынка письменных ответов на свои запросы не получило. Но вот устный комментарий от представителей регионального правительства нам все-таки удалось заполучить. Есть однозначный запрет на торговлю свининой и продукции свиноводства на рынках. По поручению губернатора Рязанской области в настоящий момент нашими специалистами разрабатываются дополнительные механизмы, которые позволили бы реализовывать прошедшую контроль, продукцию и свиноводство без нарушения действующего законодательства. Например, если собственники рынков смогут организовать отдельные торговые площади, и такие павильоны не будут относиться к рынкам, то можно торговать и свининой, и продукцией свиноводства. Как скоро арендаторы смогут занять лотки свининой, точно неизвестно. Но понятно одно – убытки, понесенные предпринимателями, возмещать никто не будет. Согласитесь, мало кому такое вообще может понравиться. В самом центре Рязани на улице Павлова расположен дом. Числится он под номером 8. И если посмотреть на него с улицы, сразу и не поймешь, что в нем живут люди. Известно о доме лишь то, что до революции он использовался как конюшня и мукомольня. И для жизни людей совершенно не предназначался. А между тем в здании 16 квартир. В семье их живут 27 детей, 12 из них дошкольного возраста. Анна Герцовская расскажет и покажет все без украс. Ни вытяжек нет, вентканалы вообще не сделаны. Этот дом построен самостоятельно. Хозяином до 1917 года, как указано на техническом паспорте, не соблюдены все строительные нормы. Вся эта постройка выглядит в целом как карточный дом с многочисленными пристройками. Кстати, одна из которых не так давно была куплена семьей с детьми за 1 миллион 200 тысяч рублей. Последняя инвентаризация этого дома была проведена в 1989 году. Тогда был вынесен вердикт, дом изножен всего на 40%. Вот, смотрите, вот где износ. Итого 39% внизу. Нормально больше 100 лет дому. По словам жильцов, их дом не относится ни к одной управляющей компании. Они считают, что, скорее всего, он закреплен за администрацией города. По этой причине жителям приходится вызывать частных сантехников и электриков. Последние и вовсе опасаются производить какой-то ремонт в доисторических щитках. Ведь некоторые части дома деревянные и могут загореться. Стоит сказать, что это также столетние бревна. Стена просто промерзает насквозь. Слой иния. Видите, она не обшита ничем. Бревна не обшита ничем. Снутри просто сухая штукатурка. Все. Обоями мы залепили. Все на этом. В такие стены жильцы не могут поставить и новые окна. Бревна начинают разрушаться от этого. С каменными все же попроще. Деревянные лестницы тоже являются проблемой. В них дыры, они шатаются, гниют. Но даже в тех подъездах, где лестницы каменные, есть свои нюансы. Подъезд. Где подъезд? Куда входить? Вот все. Оторвано. Лестничной площадки тоже нет. И сразу с улицы люди попадают к себе в квартиры. Сами делают пристройки в качестве подъезда. Ремонт стен, крыши, полов. Там везде дыры. Соседи могут переговариваться друг с другом через них. А пол первого этажа – это и вовсе деревянные доски, лежащие на обычном грунте. Подвалов, фундамента тут нет. Вода после дождей через землю попадает в квартиры. Нас включили в ремонт на 31-й год, на капитальный ремонт. Я не знаю, мне кажется, это просто издевательство. И это при том, что жить здесь просто опасно. Те, которые что-то освещают и фотографируют, они приехали и уехали. Их не осудишь. Они правы. Они хотя бы им большое спасибо, что они высвечивают эту программу и дают понять, что посмотрите, посмотрите, обратите на этих людей внимание. Но никакого внимания со стороны никого. Одни письма только. А мы живем. Мы остаемся жить. И поэтому за дня в день, даже в моей квартире, сейчас, правда, поутихло, а то вот в этом крыле, в левом глубоком, где связь с соседкой, у меня идет обрушение стен, осыпаются. И я даже вот когда поначалу вот пригибалась, потому что я боялась, думаю, сейчас, может быть, это и все рухнет. Много лет жители этого дома борются за свои права. Сейчас они хотят подать все необходимые документы в администрацию города до конца июля, чтобы власти занялись их расселением, поскольку смысла в ремонте дома жильцы уже не видят. Для этого нужно признать дом аварийным с помощью независимой экспертной организации. Это бремя ложится на самих жильцов, чем они сейчас и занимаются. 12 июля в мире вспоминают святую Веронику. Примечательно святая Вероника тем, что ее почитают как покровительницу фотографов и фотографии. Поэтому сегодняшний день любители и профессионалы фотодела отмечают как День фотографа. Всемирный день фотографа для нашей страны довольно молодой праздник, но людей, причастных к нему с каждым годом, становится все больше и больше. История профессии фотографа начинается в далеком 1839 году, когда Луи Даггер на заседании Академии наук и Академии художеств в Париже представил новый способ получения изображения. В конце 19 века с появлением сравнительно легких съемочных камер и более простых способов воспроизведения снимков на страницах печати получила широкое распространение фотографическая журналистика. С этого момента появляется понятие профессии фотограф. Я сейчас позиционирую больше как портретный фотограф. Хочется снимать любовь, свадьбы. Это интересно. И я пытаюсь как-то вникнуть пока что в эту сферу. Очень интересно снимать не только в Рязани. То есть я вот, например, сейчас поеду в Крым, и там буду месяц фотографировать людей на разных пейзажах. В самом начале становления профессии фотографы работали для периодических изданий и прежде всего пытались наглядно представить социальное неравенство, нищету, эксплуатацию детского труда, насилие и другие глобальные проблемы общества. Сегодня фотография достигла совершенства и нередко снимки становятся мировыми сенсациями, особенно если фотограф сумел оказаться в эпицентре резонансных событий. А фотоотчетов от ведущих репортажников ожидают жители всего мира. Другим направлением, прочно вошедшим в жизнь современного общества, стала художественная фотография. Я снимаю в основном, стараюсь снимать живые фотографии, то есть никаких наигранных улыбок. Не люблю постановку, вообще не люблю живые, живое, все такое классное. К процессу съемки готовятся заранее, выбирая локацию, создавая образы, прическа, макияж, аксессуары, одежда, и вкупе получают преображение. Если хочется в стюардессу, а если хочется в Покахонтес. Перенестись в славянскую древность или почувствовать себя прекрасной дамой из Серебряного века, превратиться в звезду со страничек глянца, сейчас может абсолютно каждый. Все эти снимки – результат работы профессиональной команды, готовой к созданию шедевральных фото на память. Не секрет, что фотография стала неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Ни одно важное событие не обходится без фотоснимков, для того, чтобы продлить воспоминания о ярких моментах жизни. Но наряду с этим фотография является средством самовыражения, реализации самых невероятных творческих идей и задуманных фотографов. И, как правило, площадкой для воплощения таких идей являются фотопроекты. Профессиональный праздник сегодня отмечают и представители одной из самых романтичных профессий – стюарты и стюардессы. Летом в сезон отпусков многие предпочитают проводить побольше времени у воды, сгорать на пляже, наслаждаться прогулками. Однако многим такой отдых надоедает через пару дней из-за своего однообразия. Хочется развлечений, новых острых ощущений. Для этого подойдет такой вариант развлечения, который содержит в себе долю экстрима. Об одном из таких расскажет Алена Куколева. Если отпуск еще не скоро, а офис хочется сменить, не выезжая с города, на незабываемый отдых и купальник, достаточно побывать на вейк-станции. Здесь рушатся стереотипы о том, что Рязани – унылый областной центр, в котором летом нечего ловить. Чтобы поймать волну, теперь не обязательно лететь на Гавайи. Вейкбординг – молодой вид спорта, который объединяет в себе серфинг и водные лыжи, теперь уже и в Рязани. Как покорить стихию – узнаем у профессионалов. Адреналин, драйв, позитивные эмоции и, в конце концов, прилив эндорфинов обеспечены тем, кто рискнет и попробует этот экстремальный вид спорта. В Рязани движение любителей «Покорить местную воду» при помощи вейка существует относительно недавно, но уже зарекомендовала себя как отличный способ развлечься в жаркий летний день. Просто ты когда качаешься, ты не думаешь ни о чем. У тебя никакие не волнуют, ни проблемы твои, какие-то заботы. Ты без мысли просто едешь над водой. Ну, неописуемые чувства. Очень классно. Покажете? Да, обязательно, конечно. Евгений – инструктор по водным лыжам, сноуборду, скейту и серфингу. Еще недавно он работал в Египте в лагере вейкборда, но с закрытием этого туристического направления переехал в Рязань и теперь рассказывает о технике катания желающим освоить водный спорт рязанцам. Сюда на Орешек приходят люди разного возраста, чтобы попробовать себя на прочность и равновесие. И опытный тренер всегда готов показывать новые трюки и рассказывать о технике их выполнения. Ну, классно, потому что, допустим, в спортзал ходить скучно, оттягать железо, все. А здесь ты получаешь удовольствие и в то же время у тебя идет физическая нагрузка. А когда учишь какие-то трюки новые, получается, дело – это чувство прогресса, не знаю, неописуемо, непередаваемо. Когда ты пытаешься, ты делаешь – падаешь, падаешь, падаешь. Вот, наконец-то, и получается. То есть, как бы, очень здорово. Прыжок, полет, все остальное – не важно. Главное – это дружить с водой, а не пытаться ее покорить, говорит инструктор. С ним полностью согласен Михаил. Свои летние каникулы мальчик приходит сюда каждый день. Сегодня я буду кататься только для вас. Мой девиз – сделай все, а потом еще. Все, что необходимо новичку – это минимальные навыки равновесия. Опытные векбордисты говорят, что для начала вполне хватит освоить правильное вставание и развороты. Всего за полтора месяца Миша освоил технику и уже выполняет первые трюки. Мне очень понравилось. Это было довольно-таки круто. Хотя научиться поворачивать – это, на самом деле, было для меня не очень легко. Мне очень нравится кататься. Я прихожу сюда практически каждый день. Иногда даже с друзьями приезжаю. Ну, это непередаваемо. Если вы хотите освежиться в жаркий день, подтянуть тело и получить незабываемые эмоции, то вам сюда на необычные водные процедуры. Кстати, до обеда кататься дешевле, чем вечером. Если вы, конечно, экономите на хорошем настроении. На этом мы завершаем наш выпуск. Благодарим зрителей за внимание и прощаемся с вами. До завтра. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok